Добрый день, дорогие мои! Тему у нас вы уже прочитали. И на самом деле это же вопрос. Вопрос. Родился-то он из того, что я вчера выставил новость, новости про Чихачи. И там из одной новости, что епископ с инфарктом попал в больницу. Тот, который был соучастником попытки лишить сана отца Иоанноники, еще ничего не решено. То есть суд епархиальный не может снять сан. Это все должен утвердить патриарх. А патриарх сейчас еще и для того, чтобы утвердить и комиссию специальную перед общим церковным судом для разбирательства. Синод назначил. И еще общецерковный суд есть и так далее. Я уж не знаю, пойдет отец Иоанники на этот или нет. Потому что у него-то твердое мнение, что Бог-то не снимается, а они снять не могут. Это Господь его дает, Господь снимает. Но я написал, что епископ в больнице, и кто-то пожелал ему здоровья. Но несколько комментариев пришлось удалить. Потому что там, во-первых, говорят, ну вот, ему прилетела ответочка, не надо бежать отца Иоанноники. Но несколько комментариев было просто, чтобы он там и сдох, чтобы больше никогда и не вышел оттуда. И это наводит на вопрос. На вопрос. Мы можем желать смерти ближнего? Ну или кого-то? Или не можем? Я читал эти комментарии и ночью, и утром. И этот вопрос меня просто поставил в некоторое недоумение. А действительно, как, вот на каком этапе мы желание нашей смерти кому-то становится праведным? Вот вы сейчас, наверное, удивились, как это желание смерти может быть праведным. А я вам больше скажу. Это может быть подвигом. И когда ты исполняешь эту смерть, то есть даешь этому или убиваешь этого, то ты еще и не только праведник. Ты можешь быть герой. Ты можешь быть святой. Потому что у нас воины святые, они убивали врагов. И чем они больше их убивали, и чем больше спасали при этом своих окружающих, своих воинов, тем они у нас быстрее святые. Я уж не так... Ну, Ушаков. Святой. Сколько он потопил кораблей, сколько погибло там человек. Святой. Ну и так далее. Александр Невский. Мы с какой радостью смотрим этот фильм постановочный, где на пенопласте там тонут эти рыцари. Но мы даже радуемся, как он не только желал, он их убил этих. А кого убил? Крестоносцев убил. Они с крестами. И там некоторые в санах были. В сане. В священническом ходили в эти походы. Так вот, где вот та черта, где вот он враг убить, враг убить, враг убить, враг убить. Вроде не совсем враг. Где мы начинаем думать, что нет, он враг, но его не нужно убить. И какого врага? Мы скажем, вот те, кто на нас идёт, на страну нашу идёт. А почему мы внутри страны имеем всю историю такое количество врагов, что не понимаем, за что их, во-первых, жгли иногда, тех же старообрядцев, которых мы сейчас принимаем, и говорим, да нет, они нормальные, праведные. За что их жгли-то? Почему их считали достойными сжигания, смерти? Или мы террор внутренний с 1860-го года, как начался, закончился, ну, не 38-м годом, а 53-м, наверное, годом, ну, такой вот прямо кровавый. То есть столетие практически мы внутренних искали врагов, и этих внутренних врагов согласны были как взорвать, убить, то есть вот терроризмом, так и на государственном уровне, так называемо, репрессировать. Толпами кричали «убей, убей!» вот этих кого? А там, мы знаем, священников, мы знаем интеллигенции, значит, огромное количество. На каком этапе вот люди, что можно сказать, сошли с ума и сказали, да, они враги, их надо уметь. Так мы расценим. Они же так не расценивали. Они же тех, кого убивали, считали, можно так сказать, ненормальными, и считали, что, да, их ликвидации только пользу принесет общество. В науке побеждать у Александра Васильевича Суворова вот это интересно высказано, что убивая врага, ты освобождаешь его душу от рабства сатане. Вот так. Поэтому он воинов причащал перед битвой. Там они постились, молились, причащались и шли в битву и знали, что они убивают как святые, которым нужно защитить, как ангелы, свою родину. А иногда и не свою родину. Кстати, это вот вопрос. Поскольку солдат вообще ответственность свою не несет за то, что ему кого приказали, кого назвали врагом, того он и есть. И мы знаем, что Суворов-то есть у него некий такой, как считают, грех, что он поймал Пугачева. И Пугачева тоже казнили. Вот вроде там он австрийцев каких-то, еще кого-то там тысячами убивал. и турок, там это известная его история, что он услышал, к нему пришли и говорят, Александр Васильевич, там высаживается 40 тысяч турок. 40 тысяч? Ага, сейчас подберем. Он набрал 4 тысячи своих богатырей, витязей, назвал там вот ты, ты, вы, пошли, разгромили. Пришли, отчитывается, сколько вы убили там турок? Мы их убили там 30 тысяч этих турок. Сколько у вас погибло? У нас 100 человек солдат. Сидит один и говорит, что-то вы много убили, кажется, там меньше их погибло. Александр Васильевич к нему поворачивается и говорит, тебе что, турок жалко? То есть, поэтому очень тонкая грань-то. Причем эта грань на самом деле и на бытовом уровне существует. И мы на бытовом уровне, я как-то разговаривал с вами, что встречал, например, людей, которые, ну, однажды одна пришла ко мне и говорит, бочка, а с какой стороны низ свечки? вот, я хочу поставить насмерть. Я думаю, насмерть, что значит насмерть? Я говорю, за упокой, что ли? Да нет, она живая. Я говорю, а что значит насмерть? Ну, вот надо кверху низом свечку поставить, она умрет. Что такое? Зачем тебе? А она и начинает рассказывать, почему она желает ей смерть? Вот, по ее-то понятиям, я уж не помню, кто там, соседка там, или не знаю кто, по ее понятиям она достойна смерти. Если бы завтра кто-то сказал, что, да, раз ты так хочешь, мы ее убьем, она бы согласила, чтобы ее убили. И что? Но я-то в конечном итоге ведь начал разговор с того, а, епископ, вот он попал в больницу. По идее-то что, все должны сказать, ой, жалко, как епископа. А я представляю, сколько человек не написали комментарии, потому что знаю, сколько он обидел. А как это он попал в такие, которым желают такого? Он же вроде епископа, из него, кроме как, любви, ничего бы не должно происходить. А кто за любовь-то? За любовь-то кого убивать? Хотя мы знаем, что Христа из-за любовь распяли. Поэтому я-то желаю, чтобы вы не желали никогда никому смерти. Это, конечно, неправильно. Это Христос в своем Евангелии никогда никому. Мы видим, что он только желает всегда всем жизни и дает эту жизнь. Больше того, я абсолютно уверен, что Бог не участвует в смерти кого-то. Кто-то там «О, Бог наказал, помер» или еще что-то. Бог не наказывает. Бог вообще не участвует ни в какой злобе. Очень хорошая лекция у отца Василия Родзянко на эту тему. Я все время, время от времени о любви называется. Переслушиваю. Вот, послушайте. И я абсолютно, я проверял его вот эти утверждения, что Бог в зле не участвует. Что человек сам себя заводит в грехи, попускает себе вот эти послабления, попускает себе поведение, которое в конечном итоге приводит его, ну, в том числе, может быть, и к смерти. Но это никак не Бог. Никак не Бог. И молиться Богу за врагов своих мы должны, любя этих врагов, не думая о том, аж как он с ними поступит. Может, он их наградит за то, что они враги наши, и поэтому нам пользу приносят. А уж если какое-то наказание к ним придет, то никак не радуйтесь. Это не по вашей молитве и не по вашему желанию. поэтому, дорогие, я и так осторожно стараюсь все вот это про Чехачева выставлять и про всех. Нам нельзя во всем этом врага-то мы можем увидеть, в том числе и внутреннего, но нам нельзя озлобиться. Нельзя. Если мы будем озлобляться, будем друг на друга, друг в друге искать, вот врага, которого готовы убить, то мы никогда так и не найдем неправильного христианства, то есть христианами не станем. Если у вас есть озлобленность на врага, который доходит до того, что вы согласны на его смерть или желаете его смерти, то вы никак не христиане. Никак. Вы должны по-другому к нему нестись, вы должны душу его полюбить так, чтобы спасена была эта душа. И молиться о спасении его души, а уж как там Господь поступит или как Господь попустит, это уже не наше с вами дело. Поэтому поосторожней, пожалуйста, в комментариях и не обижайтесь, когда я их удаляю. Да, праведный гнев может быть и праведный, но у нас канал приют ангелов. Давайте все-таки разговаривать здесь ангельским языком и с ангельскими чувствами. С ангельскими чувствами. И честно не знаю, прав ли я. Давайте я закончу тем, что я здесь не могу абсолютно четко утверждать. Я пока сам для себя не нашел той грани, где хочется врагу смерти и пусть он умрет, если он идет на нашу родину или еще что-то. И хочется врагу смерти, пусть он умрет, если он живет внутри государства. Не знаю. Я только знаю, что сейчас если бы поставили на голосование смертную казнь, то 90% населения проголосовало бы. потому что с такой прямо радостью пишут, как там китайцы расстреливают всех, значит, эти Сталина любят. Думаю, что Сталин вот там все правильно всех расстреливал и правильно это. Ну, так что желание в смерти может быть и неправедного. Хуже, чем смерть тому, кому мы это желаем. Поэтому желаю вам здоровья, желаю жизни, желаю выздоровления, в том числе епископу Иллариону. Пусть выздоровеет и как-то протрезвеет и осознает умом, что он пытается сделать с отцом Аникием. В конечном итоге может быть хотя ослушается разок своего митрополита. Вот того-то уж я не верю, что он что-то осознает. Вот так. В общем, всем здоровья, желаю жизни и радости в жизни. Аминь. Субтитры и Дов Camera Продолжение следует...